Да, все, окей, вперед, Слыха. Добрый вечер, друзья. Надеюсь, что сейчас я не исчезну с ваших экранов, потому что система, как оказывается, не всегда абсолютно надежна. Я хотел сегодня рассказать вам о своей догадке, которая меня посетила после того, как я месяц назад прочел лекцию о еврейских художниках в России в 20 веке. И я не знаю, вам судить, насколько эта догадка верна или, может быть, она ошибочна. Я с вами все расскажу по порядку. Мы сегодня говорим о Шагале, о его монументальных работах в театрах. И начать я, естественно, хочу с 20-го года. Шагал приезжает в Москву. И государственный еврейский театр получает здание в Москве в Большом Чернышевском переулке. И художественный руководитель театра Абрам Эфрос, знаменитый художественный критик и литературный критик, вообще замечательный человек, приглашает Шагала оформить первый спектакль однократные пьесы Шоула Малейхима. Режиссер, выученик немецкой школы, знаменитый режиссер, абсолютно не имевший отношения ни к еврейскому местечку, ни к черте оседлости, ни к тому миру, из которого вышел Шагал, режиссер Грановский. И вот Шагал приходит в этот театр. Сейчас я вам покажу это все, как это все будет выглядеть. Секундочку, секундочку. Да. Значит, на этой фотографии Шагал, вы понимаете, он приехал тогда из Парижа в Москву для того, чтобы жениться и застрял из-за начала Первой мировой войны. Он женился на Белле, которую вы видите тут, они тут с дочкой. Шагал получил назначение в Витебск практически полтора года. Почти не работал, только руководил в Витебске школой, из которой потом его каким-то образом выжили, Малевич, со своей группой. И вот Шагал возвращается в Москву и получает приглашение вот в этот театрик. Театрик этот, я вам скажу, это бывший особняк купца Гуревича. До сих пор в Москве стоит это здание. Это гостиная, большой зал, который был переоборудован. Сделана была сцена, очень маленькая. Я думаю, по формату примерно, как я вот как театральный художник могу посчитать, я думаю, что зеркало сцены – это, может быть, 8, ну максимум 9 метров на 4,5, на 5 высоты. То есть очень маленькая сцена. Немножко про спектакль. Это три однократных пьесы. Из них самое главное и самое забавное – это пьеса Мазелтов. Про то, как две пары слуг хотят путем очень долгих переговоров. Они стремятся пожениться. И в общем, это у них в конце концов получается. Там есть лакей, девица, есть вдовец. И так как бы альтер-эго Шолом-Алейхма из книга «Ноша», которого играл Соломон Михоэльц. Значит, Шагал начинает, он прекрасно делает эскиз декораций, чтобы увеличить сцену. Она и не глубокая, понятное дело. Он делает диагональное построение декораций, строит, как вы видите, арку. Здесь нет ни одной прямой линии, если вы заметите, потому что это такое продолжение фабистического периода творчества Шагала. Он делает арку, чтобы построить глубину этого здания. За аркой держится обычно, чтобы показать глубину, черный бархатный занавес. И вот за этим занавесом появляются и исчезают артисты. Установка была единой на все три пьесы, только менялись детали. Самое главное нам вот тут запомнить сейчас, что все это дело, вся пьеса идет о свадьбе, о приготовлениях свадьбы, о которой все персонажи готовятся. Значит, как вот это вот все было устроено. Посмотрите, вот почему я веду речь о размерах сцены. Сцена крошечная. Вы видите вот размеры артистов по зеркалу сцены. Главного героя играл Михойл, Шагал делал эскизы костюмов, эскиз грима, очень яркая и специфическая одежда у артистов, которые художник сам расписывал собственноручно. Шагал вообще все делал сам. То есть Михойл вспоминает, что он его не выпускал на сцену, потому что Шагал продолжал с кисточкой в руках рисовать козочек, птичек и разных других животных на его костюме, на его котелке. Я вам скажу, что образ вот этого героя Михойлса описан так, что половина лица у него одна смеется, другая половина у него плачет, он носит грязную манишку, потрепанный котелок. И вот в этом очень ярком гриме Михойлс играет. Немножко покажу, как были сделаны остальные костюмы. Все костюмы, я еще раз говорю, собственноручно расписаны художникам. Они очень забавные, потому что он делает там разноцветную обувь, одному делает отвороты в жилете, на одной стороне жилета есть отворот, на другом нет. Замечательные характерные образы, которые очень легко играть. Это мадам, которая появляется в самом финале пьесы. Видите, короткие штаны, мундир ярко-розового цвета. Но Шагала этого было мало, понимаете. Он понял, то есть для его размаха это был какой-то микроскопический, в общем-то, заказ. Потому что художник абсолютно изголодался по большим монументальным вещам. И он сказал, знаете что, я сейчас распишу, я сделаю не только декорацию, я распишу весь зал. И вот по периметру этого зала он делает гигантскую роспись за полтора месяца. Это все сделано клеевыми красками на холсте. Он всегда писал не в технике фрески, а всегда, чтобы, видимо, сохранить вот это живое ощущение кисти, мазка. Он писал на холстах, которые потом монтировались на стену. Итак, он делает роспись. Мы немножко сейчас поговорим про эту роспись. При входе в зал, вот видите, на переднем плане две двери, это вход в зрительный зал. Слева, когда входит зритель, он видит длинное-длинное панно. Длина его 8 метров. Высота 3 метра. Оно идет и движется прямо вот к зеркалу сцены, которое помечено под номером 6. Справа между окон он поместил вертикальные фрески, изображения на холстах. И над ними еще одну очень длинную диагональную вещь. Он сделал также потолок, занавес. И на входной стене, на обратной, тоже очень специфическую картину, о которой я еще перейду. Но сейчас я хочу, чтобы мы перешли к главной стене, к большой вот этой вот на стене росписи, которая называется «Введение в национальный театр». Что, собственно, происходит здесь? Вот мы можем разделить это, как бы, условно говоря, на три части. Но прежде чем это вот изображение делить и о нем говорить, я хотел обратить ваше внимание, что если смотреть на это просто как на картину, мы видим, что левая ее часть явно перевешивает. Она гораздо тяжелее, гораздо монументальней, гораздо объемнее, чем правая часть. Чем это вызвано? Ведь художник замечательно чувствовал все эти композиционные решения. Понятно, что все это дело движется вот от этой тяжести, от тяжелой левой части к очень легкой, где стоят акробаты на руках, это движется к зеркалу сцены, где повторяется, еще раз я вам покажу, вот эта черная конструкция провала, которая играет и равновешивается с самой росписью. Обычно никто не обсуждает это, и это мне кажется странным, потому что в этом и есть, собственно, замысел художников. Вот этот вот полукруг, которым парят персонажи, вернее, два вот этих мощных полукруга и третий легкий, они равновешиваются этой аркой сценической, то есть все это единый ансамбль. Теперь несколько слов очень важных, что, собственно, тут происходит. Абрам и Фросс, критик, художественный руководитель театра, вносит шагала в театр на руках. Встречает его режиссер Грановский, который тут рядом изображен. Почему на руках? Что за странная ситуация такая? Я тут хочу, прежде чем я начну дальше рассказать, обратить ваше внимание на старинный русский обычай, когда после свадьбы жених вносит невесту в дом через порог на руках. Потому что порог в старинных русских, в старинных древнеславянских обычаях это такое нескотабуированное место, переступать через которое, в общем, довольно опасно. Правда же, мы все помним эти русские пословицы, когда нам говорили, что через порог не прощаются, через порог не здороваются. На пороге, по многим всяким этим легендам, за порогом живет домовой, который не терпит вхождения чужих. Поэтому невесту надо бы носить, но она не должна перейти через порог. Итак, это я, знаете, как Ленин писал в рукопись их стик. Это такой стик, чтобы вы просто заметили на будущее. Итак, Фросс вносит Шагал на руках, встречает их, как вот правильно заметила меня недавно Злата Зарецкая, которая дала мне статью с обозначениями персонажей. У него лицо как маска, и он без рук, Грановский. В общем, он встречает Фросса вместе с Шагалом на руках, и над ними написаны их имена. Сейчас я вам покажу все покрупнее. Написаны их имена еврейскими буквами, но не справа налево, а слева направо, потому что театр приехал в Москву. Встречает их артист Крышининников с чаем, который приносит на подносе этот самый чай. И слева мы видим со скрипкой Михоэлса, который изображен несколько раз на этой картине, вместе с зеленой коровой, разрушающей струны скрипки, на которой играет Михоэлс. Вообще все эти персонажи парят, они влетают как бы, но Шагал еще и влетает на руках. Это нам очень важно за... Что происходит дальше? Дальше мы видим опять Соломона Михоэлса, главного артиста этого театра, в дальнейшем главного режиссера, который в фантастической позе, держа за ногу белую козу. Коровы и коза – это типичные животные в творчестве Шагала, типичные еврейские животные, и коровы – это обычно женское начало. Навстречу он прыгает и не ведет козу, навстречу группе музыкантов, которыми руководит Пульвер. Главный музыкант с колокольчиками, голова у него оторвана, потому что весь традиционный театр надо поставить с ног на голову, надо перевернуть вот этот вот устоявшийся театр с приклеенными бородами и создать новое еврейское театральное искусство. В дальнейшем мы видим, как это, собственно говоря, театральное искусство будет создаваться. Мы видим, видите, у Шагала всегда очень высказывание непосредственное, очень даже в какой-то степени детское, очень яркое, но за ним стоит большой образный ряд, которым художник свободно оперирует и очень не любит им делиться. На 20-е годы прошлого века вообще было не принято расшифровывать картины, как сейчас это делается, когда мы видим, что художник пишет большое сочинение рядом со своим полотном, чтобы понять, что там происходит. Шагал этого не любил и многие другие, потому что в искусстве должна сохраняться некая тайна. Когда его спрашивали, он говорил, а кто поймет Шагала? Так вот, здесь мы видим трех акробатов и белую корову перевернутую вниз головой, у одного из акробатов повязан тфелин, на головах акробатов есть миллион надписей, и на поясе, и у героев есть масса всяких назначений, которые рассказывают о родственных, об артистах, обо всей большой и огромной семье. И обратите внимание на фигуру, которая сидит справа. Одни говорят, что это Грановский, другие говорят, что это Лисицкий, третьи говорят, что это Альтман. Во всяком случае, имеется в виду, я думаю, режиссер Грановский, который держит ноги в тазу. Почему держали, собственно говоря, ноги в тазу? Это обычай, который был принят, когда изучали Талмуд по ночам, чтобы не заснуть, евреи в местечках засовывали ноги в таз. Справа внизу мы видим некий образ России, довольно грустный, потому что мы видим человека, который, можно сказать, мягко говоря, мочится на свинью. Дело в том, что в искусстве Шагала всегда сочетается верх и низ, высокое и низкое. Вот этот пояс, гардл, который завязывают хасиды при молитве, отделяющие верх от низа, он для Шагала как бы не существует, потому что искры святости рассыпаны везде, и надо их собрать. Несколько слов о том, что происходит на противоположной стене? Мы видим ассоциации с искусством и в то же время все эти персонажи свадьбы. Мы видим танцовщицу, пожилую еврейку, которая пляшет в этом удивительном, совершенно ритмическом тоже движении с полушариями, полукруглыми, с такой динамикой, очень специфической. Обратите внимание, что композиция вытянута вверх и дает дополнительный динамизм. Это противоположная стена между окон. Между окон четыре простенка. Мы видим Батхина, распределитель на свадьбах, который символ театра. Женщина была символ танец, Батхин символ театра. У Шагала, кстати, очень интересно смотреть и мелкие детали, потому что в его творчестве в Бразильне сосуществует мелкая пластика с такой невероятной монументальностью, с крупными очень ритмами. Мы видим скрипача на крыше, который ассоциируется с музыкой. Заметьте, что этот скрипач на крыше, который стал таким всемирным, уже я бы сказал, китчевым образом, он возникает в ранних полотнах Шагала, где скрипач этот одной ногой стоит на земном шаре, другой ногой он стоит на крыше местечка. Потому что уже тогда у Шагала была идея, что у еврейского народа есть определенная миссия, определенное послание народам мира. И, наконец, четвертый, вот этот вертикальный портрет, можно сказать, Сойфера, он изображает литературу. Причем Сойфер дан, как в русских иконах, в обратной перспективе. Если вы видите, за ним стоит белая корова, которая мычит Шагал, а Сойфер пишет свиток Торы. Это символ литературы. И над всем этим помещается это только фрагмент длинная, бредлинная, свадебная скатерть с невероятными предметами, которые выложены на блюдах, с людьми, с целыми животными, с огромными хлебами, с рыбами, с невероятными вилками и ложками. Теперь я хочу задать вам вопрос. Что же это все значит? Почему свадьба? В чем тут вообще фишка? В чем фокус? Почему у Шагала возникла такая идея? Я вот все об этом думал, потому что не случайно же он оформляет пьесу на Мазалтов о свадьбе. Он рисует свадьбу, и где он изображает, что его вносят на руках, как невеста. Теперь, если мы вспомним, собственно говоря, встречу субботы, как мы все вместе в синагоге поем «Лехадо диле кратко ла», «Выйди возлюбленный на встречу субботе», мы понимаем, что дело идет не только о свадьбе, а традиционно в еврейском народе все эти еврейские религии, эти взаимоотношения мужчины и женщины, взаимоотношения любви символизируют любовь еврейского народа и Бога. И я абсолютно уверен, что Шагал имел в виду, когда его вносят на руках в этот вот мир, что Шагал здесь, безусловно, является символом невесты. Шагал – это и есть невеста. Его вносят, его должны женить на театре. И когда еврейский народ соединяется с Богом, получается Шаббат. Когда еврейский художник соединяется с театром, получается еврейский театр. Поэтому и называется вся эта фантастическая композиция, такая, с одной стороны, забавная, с другой стороны, монументальная, с другой стороны, завораживающая своими ритмами, она и посвящена вот такой свадьбе, свадьбе художника и театра. Из этого, из свадьбы еврейского художника и театра рождается еврейский национальный театр. Поэтому он так и называет свое это панно «Видение еврейский национальный театр». Он рождается у нас на глазах. Надо вам сказать, что сама сила дарования Шагала, она была, может быть, в какой-то степени антитеатральная. Довольно антитеатральная в смысле взаимоотношений с режиссурой. Я вам потом поясню свою эту мысль, но мне кажется, что Шагал, Шагал хотел выразить себя. Он не хотел подать артиста, он не хотел, ему совершенно было, в общем, до этого наплевать. Более того, когда в зал поставили кресло и должны были прийти зрители, он чуть не плакал, он говорил, что они придут со своими застальными спинами, они будут заслонять мою роспись, они сядут, они все испортят. И этот вот принцип, когда художник создает свой мир, когда ему совершенно не волнует его практически коробочка, вот коробочка сцены, когда он выносит всю декорацию, разносит ее по стенам, и делает такую композицию, что они как бы вылетают за стены, это совершенно специфическая черта этого мастера. Здесь вы видите, как Шагал подписывает вот эту скатерть. Ему в первый раз развернули эти росписи, потому что судьба была удивительная всех этих вещей. Это провисело до переезда в театр на Малую Брону, и потом эти росписи перенесли в театр на Малую Брону, куда переехал театр уже под руководством Михоэлса. Верновский довольно быстро, как и Шагал, эмигрировал. И там они висели до вот этого страшного 37-го года, после чего их скатали и поместили на склад театра. Когда еврейский театр разгромили, когда был убит Михоэлс, когда были уничтожены артисты, главный художник в театре, в то время Александр Тишлер, как будто что-то почувствовав, приехал в театр и забрал в рулонах эти вот декорации, вот эти вот росписи шагаловские, и перевез их в Третьяковскую галерею, где они благополучно лежали в рулонах до 73-го года. В 73-м году Шагал приехал в Москву, была выставка его в Третьяковке, его графики. Он даже предложил советским чиновникам множество своих работ в подарок, которые они благородно не приняли. Так же, как они не приняли работы Матисса, который предлагал свои вещи, так же, как они не приняли Пикассо, они также не приняли Шагалу, взяли только графику. Но Шагалу развернули его вещи, он их подписал, потом их снова свернули. И так они лежали еще 20 примерно лет, 18 лет, до времени перестройки. Мы всегда, молодые художники, мечтали попасть в Третьяковку и думали, что нам кто-нибудь это развернет. Но это было невозможно. Это должен был быть спецпропуск. В общем, советская власть почему-то страшно боялась этих росписей. Что касается самой судьбы Шагалова в еврейском театре, довольно быстро произошел конфликт, который довольно чутко уловил Эфрос, он потом писал, что Шагалу не хватало театральной крови. Я потом объясню, что он имел в виду, мне кажется. Но Грановский хотел выделить артисты, хотел выделить глаза, как всегда хочется режиссеру, мимику. Шагалу это было все равно, Шагалу надо было создать свой особый мир, в котором не может быть ничего чужого, не может быть никакого постороннего предмета, потому что это все, как я уже говорил, обработано его рукой. Ведь каждая вещь, которую делал Шагал, даже фабричную, он потом собственноручно еще расписывал. Даже если, тут можно вспомнить, даже когда ему сделали специальному заказу витражи для Иерусалимской больницы Адаса, он и там вручную, потом кистью, специальными красками, которые для него создали, прозрачными, расписывал каждый кусочек. Потому что его ничего, все должно было быть сделано его рукой. Ничего сделанного, как бы, исполнителями мэтра не устраивало. Так конфликт возник из-за того, что Грановский потребовал, чтобы для правдоподобия на кухню, где происходит все это действие, этой пьесы Мазелтов, вынесли обычное бытовое полотенце. И это уже было такое нарушение, такое внедрение в мир Шагала, который, надо сказать, сам вторгся в этот, в общем, театр. Но он не мог этого простить. Носит обычное бытовое полотенце в мир, который он сделал, разукрасил. И это было совершенно для него невозможно. Возник конфликт. Шагал ушел из театра навсегда, практически, он больше не работал в драматическом театре совсем. Только в 50-е годы он возвращается в театр, работает в музыкальном театре. Я вам это несколько вещей покажу. Для пояснения моей мысли насчет вот этих брачных уз, ведущих такой высшей гармонии, для Шагала это создание, на гармонии это создание национального театра, я вам покажу произведение, которое висело на торцовой стенке, когда люди входили в зал, не могли я углянуться и увидеть вот эту совсем абстрактную композицию с чуть-чуть угадывающимися где-то ногами, где-то днями, где-то книгами. Это танец влюбленных, называл это Шагал. И совсем мы не знаем, что означал потолок, потому что потолок абсолютно, полностью утрачен, он просто исчез. Мы даже не знаем, что на нем было изображено. Надо сказать, что вот эта миссия Шагала, я покажу несколько его ранних работ, она ему ощущалась очень остро. И вот посмотрите на этот парижский автопортрет с семью пальцами. Почему семь пальцев у художника? Потому что художник употребляется творцу, художник тоже творит, как творец за семь дней творения создал мир, так и художник творит свои произведения. Здесь вот в кубистическом манере Шагал пишет свою картину «Россия, ослама и другим», где тоже угадываются метафоры, ведь он очень легко пользуется всеми пластами еврейской культуры. Если есть какая-то пословица или поговорка, например, есть пословица, что дурная хозяйка корову доедет на крышу, загонит, Шагал немедленно поднимает корову на крышу. Корову он делал, понятно, красной, потому что в иудаизме красная корова играет очень важную роль. Хозяйка ее держит за хвост, у хозяйки голова отлетела, хозяйка потеряла голову. Это тоже в соответствии с пословицей ее о потере головы. То есть от образов, которые встречаются в творчестве пророков, от образов Торы до пословиц, поговорок, до простейших сценок, которые Шагал видел. Он все это впитывает, он все это использует и преобразует в своей удивительной, неповторимой манере. Еще одна вещь парижская, которая несколько показывает нам сложные взаимоотношения Шагала с христианством, с художественным миром, которым он оказался в Париже. «Я и моя деревня» это называется. «Деревня» изображена в виде животного, которое традиционно образы человеческие в образе животных притворялись на росписях синагог и на надгробьях еврейских. Нас интересует не только это животное, на котором тоже изображено еще одно животное, нас интересует автопортрет Шагала зеленого цвета, зеленый цвет возрождения. Он держит древо жизни, которое возрастает у него. При этом интересно, что на шее у него крестик, а на пальце у него кольцо с магендавим. На заднем плане мы видим и церковь, и синагогу, фигуры одни повернутые вниз головой, другие идут в правильном направлении, но вот это вот некий сумбур и сумятица, которая существовала, видимо, в сознании художника, попавшего совершенно неожиданно в центр Европы, с полной такой искренностью, чистотой выражена. Обратите внимание, что некий такой пунктир тончайший соединяет глаза этого животного, которое символизирует тот мир, который он оставил, и самого художника. Вообще такая удивительная метафоричность образов Шагала, она читается на протяжении многих-многих лет его творчества. Если мы видим, продолжая нашу тему, что изображен петушок или курица, ну, скорее всего, чаще всего петушок, точно дело идет о любви, о телесной любви. Всегда любовь – это птица, потому что любовь – это полет. Но какая птица? С другой стороны, может быть, у Шагала. Понятно, что это курица или петух. Просто эта устойчивая система образов, она постоянно на протяжении всей жизни сопровождает творчество Шагала и использует силеночные активы. При этом, конечно, Шагал все-таки считал, что через все препятствия, которые встречаются ему в жизни, можно выливым образом перешагнуть, перелететь. Он, собственно, сам создал свою биографию художественную, потому что его решимость покинуть Россию практически спасла его. Я думаю, что при советской власти он бы не мог выжить. Дальше он очень много передвигался по миру и во Франции, и в Америке, и потом после возвращения, после войны из Америки, опять во Франции. Он очень часто менял место жительства. Он менял постоянно стили, манеру, не стили манеры, техники, в которой он работал. У него и скульптуры, и витраж, и мозаика, и керамика. Он пробует себя во всех техниках. Великолепная графика, мелкая, и при этом такие огромные, мощные композиции. Потому что все-таки идея была, чтобы взлететь, что у художника нет границ, лететь над всеми заборами. Знаменитые работы из Третьяковки, волевовная сцена, когда они с Беллой улетают, над всеми, всеми бесконечными заборами, которые тянутся по нижнему краю картины, над местечками. Под забором, как всегда у Шагала, кто-то справляет нужду, но это совершенно, да, дело нет до этого этим влюбленным, потому что я и говорю, верх и низ, они существуют всегда вместе, нет между ними разделения. Теперь пару слов о том, что я говорил, что такое театр для Шагала, в чем его специфичность, восприятие. Шагал делает огромные, огромные задники, поэтому его и приглашает музыкальный театр. Музыка ведь, когда звучит, и когда есть движение артиста-поющего, это не драматический спектакль. Тут важно подчинение, тут важно, чтобы был создан вот этот волшебный, таинственный мир. Я показываю вам декорацию джар-птицы, которую Шагал ставил в Америке, эскиз костюмов. Обратите внимание, насколько костюм как бы влипает, как бы попадает в декорацию. То есть вот этот сказочный, таинственный мир очень легко Шагалом притворяется в жизни. Это Олеко. Тоже огромный задник. Это Попушкинский цыган. Становка музыкальная, которая была сыграна впервые в Мехико. Но это американский период его творчества. Или вот, например, Мусоргского Бориса Годунова. Вы видите, какого размера задник, насколько он мощнее по ритму, насколько он подавляет как бы артиста. Шагалу совершенно было, в общем-то, нам плевать. И на зрительный артист, ему надо было показать себя и выразить свое послание, дать свой образ мощный. И вот такая мелочь, как артист, поющий Вики, он практически не виден. На этой массовой сцене, конечно же, внимание привлекает задник, а вовсе не мизансцена, построенная режиссером. Потому что это театр-художник. И я думаю, что Шагал не нашел, возможно, да, я думаю, что это так, Шагал не нашел адекватного режиссера для своего творчества. Может быть, если бы он его встретил, это было действительно чудо национального театра. Но этого не случилось. Все-таки это должен был быть человек по таланту, по уровню, по готовности взаимодействовать вот с такого же уровня. Все-таки редкость некогда. Теперь я хочу рассказать вам еще об одной монументальной вещи Шагал, очень интересной с моей точки зрения, потому что это было сделано в 64-м году, плафон Гранд-Опера в Париже, когда еврейский художник внедрился, можно сказать, в самое, ну, святая святых, можно сказать, французского театра. Ему надо сказать, что это вот здание, которое построил Гранье в конце 19-го века, Гранье, извините, да, это 1875-м году был открыт театр. Ну, если кто-то там был, это когда вы по нему ходите, когда вы поднимаетесь по парадной лестнице, сейчас я вам покажу лестницу, вы как бы находитесь, ну, как бы, если бы вы вошли вот в огромный, пышный, великолепный торт, вы находитесь вот в этом, вот в этом золоченом мире, совершенно роскошном, это архитектура Бозарс, такое соединение, эклектики, пышный зал, сделанный в итальянском стиле, я вам его потом покажу, и плафон, который осыпался, он начал осыпаться, пышный плафон, подчиненный общей архитектуре зала с Олимпом, со всякими символическими образами музыки, и когда он начал осыпаться, Андрей Мальро, писатель, министр культуры Франции, решил, что зрительный зал национальной оперы пора обновить, он увидел декорации балета Дафнис и Хлоя Шагала, которые были решены тоже таким же образом, как я вам рассказывал, и решил пригласить Шагала, пригласить Шагала, что было, что вызвало большой скандал, то есть никто не хотел, чтобы над французским национальным памятником, который вообще был символом Парижа, работал белорусские евреи, хотя Шагал уже был довольно знаменит, был скандал, дирекция хотела уволиться, между прочим, Шагалу было тогда, сейчас я скажу, Шагалу было 77 лет, когда он начал эту работу, 77 лет, и год он над этим работал, потому что, между нами говоря, плафон этот, это 220 квадратных метров живописи, можете себе представить этот вообще формат, 220 квадратных метров живописи, которые опять-таки не разрушили, он не писал поверх той старой фрески, она была просто наклеена, он писал опять на холсте в своей излюбленной технике, и этот холст был просто наклеен фрагментами. Я вам сейчас покажу, как, собственно, начинает работу художник, это очень театральный способ работы, который нам всем знаком, театральным художником и монументалистом, он начинается с маленького объемного эскиза, мы показали, ему слепили купол, и вот он начинает над ним, видите, колдовать в крошечном совершенно формате. Потом он делает цветной эскиз, надо сказать, что удивительно, что почему-то на выставке в Третьяковке, где был выставлен этот эскиз, было написано, что это окончательный эскиз, хотя это совершенно не окончательный эскиз. Шагал еще не понял, как он будет решать этот плафон, это предварительная работа, в которой есть сюжетные линии, они намечены, но самой главной цветовой идеи тут еще нет, она появляется уже в этом эскизе. Шагал решает этот вот плафон из пяти цветов, из желтого, из синего, из зеленого, из белого, из красного. Каждый фрагмент посвящен определенному музыкальному произведению, мы сейчас об этом с вами поговорим. В центре круга есть маленький совсем, там есть такой резной круг, который над люстрой висит, и довольно плохо видно вот этот маленький кусочек, но он тоже очень важен, потому что с его помощью Шагал равновесил эти пятна, он как бы на противоположные стороны, видите, от красного он делал противоположный красный, от синего синий, от зеленого зеленый, он таким образом обыграл, сыграл эту вот эту композицию, чтобы она держалась. и интересно понять, каким образом вот такой вот 77-летний человек в такой вот позе, да, ну, это не все время он писал, это уже окончательные какие-то мазки он делает, но расписал такого-такого формата, знаете, это что-то сродни Микеланджело. Вот я вам показываю размер зала, это что-то похожее уже в какой-то степени на Сикстинскую капеллу по объему работы. Вот я вам показываю эту работу, которая снята сейчас просто фронтально. Видите, это уже роспись, разделенная вот на эти пять секторов. Теперь что такое эти секторы, чему они посвящены? Мы начнем просто по кругу, мы начнем проходить, и мы придем к очень интересному результату, я вас уверяю. Итак, желтый сектор, он посвящает Лебединому Озеру Чайковского и Жизеле Адана. То есть тут мы видим пляску невест, видите, как Шагал расписывает это все вручную, видите, здесь просто удивительная манера работа, он не работает огромными кистями, перед ним столик с палитрой, с маленькими кисточками, он сидит прямо на полу и это поднимается, это было на мануфактурной фабрике выпущены эти толсты, и он их вот таким образом расписывает, они ему их немножко опускают, он садится и пишет вот этих балерин. Интересно, каким надо было обладать чутьем, чтобы писать вот на таком формате вот так вот вблизи, чтобы это так вот потом смотрелось. И так он рисует вот этих вот прекрасных девушек танцующих, это пляска невест, пляска лебедей, впервые там появляется птичка, как я вам говорил, символ любви, но я не буду сейчас рассказывать полностью сюжет, но там есть сцена соблазнения Жизели, там есть есть ничий, который борется с обманщиком и там есть рог, который дает, который шагал, конечно, немедленно цепляется в рог, это очень важный для него тоже символ, рог, который дает, чтобы отрубить привогу, вот я вам показываю, видите, он даже подписывает, он подписывает тут лебединое озеро по-французски, да, вот видите, он пишет, дальше мы по кругу переходим в синий сектор, да, и в синим секторе у нас Борис Годунов Мусоргского и волшебная флейта Моцарта, этот рог, который держит возлюбленный, имеющий голову птицы и одновременно человека, да, вот я вам его показываю, он превращается и он превращается во флейту, он трубит, и красные его крылья свидетельствуют о его безумной любви, интересно, где тут Борис Годунов, вот же он сидит, вы видите, вот сидит Борис Годунов, царь, за ним русский город, Москва, там и народ изображен, и рядом это великолепная, совершенно прекрасная моцартовская девушка, принцесса, который влюблен Томин, но с помощью которой они проходят все любовные испытания. Дальше у нас есть зеленый сектор, зеленый сектор такой метапротрагический истории любви, доктора Мео Джульетта, Бирлиоза и Тристана и Золь, здесь трагедия любви, здесь яд, и здесь вы помните может быть сюжет, там Тристан везет из Ольду в другие чужие края в эмиграцию и там разыгрывается тяжелая такая история с чашей с ядом, который превращается в любовный напиток, но потом все равно они погибают так же, как и Роме и Джульетта, вот этим двум сюжетам посвящена вещь, что делает Шагал, вот все это дело переносит, поскольку это эмиграция, все происходит в Париже. Мы видим Париж, мы видим триумфальную арку влюбленных которой на фантастическом знаменитом очередном звере порхают в небесах обнявшись и все это носит такой несколько инфернальный характер. Здесь же мы видим уже обнявшихся прохожих, улицу Парижскую, немножко абрис Эферевой башни и дальше мы по кругу по кругу по кругу приходим в белый сектор где Пеллиас и Нелизанды где Бюси где любовный треугольник где страшный темный лес который находится рядом с дворцом как Шагал рисует этот лес в котором с колодцем с черным озером он располагает понятно что рядом с дворцом что такое дворец дворец это и есть Гранд Опера Гранд Опера вот красный дворец этот темный лес в нем за ним наблюдает король в окно он видит свою возлюбленную все как в пьесе но все это происходит поскольку это все притворяется Шагалом и осовременивается им совершенно непосредственно и невероятно я бы сказал шокирующе для таких любителей традиционной музыки все это притворяется вот его такой мир тут и перевернутые люди и фантастические ангелы все время осеняет букетами и любовный треугольник он рисует видите вот тут перед Гранд Опера двое мужчин держат одну девушку таким образом он рисует этот самый любовный треугольник и наконец мы оказываемся в красном секторе красный сектор посвящен жар птицы Стравинского и Дафнису и Хлое Марис Равеля кто-нибудь если помнит тут мы определенным образом возвращаемся назад к началу нашей лекции если кто-нибудь помнит сюжет жар птицы что там происходит там Иван Царевич должен вызволить красу ненаглядно из замка Кащея и он туда пролезает пролезает он туда ловит там жар птицу которая прислала прилетела за золотыми яблоками эта жар птица просит отпустить ее любые любые желания выполнить она говорит где там сердце Кащея и таким образом он вытаскивает оттуда всех узников свою красу ненаглядную и все заканчивается хорошо тут важно тут еще сказать что тут конечно и Дафнис и Хлое есть тут есть как они пасут животных как они опять-таки танцуют и соревнуются в танцах и меня сейчас интересует чем заканчивается вся эта история когда из этой Эйфельвью башни из этого дворца Кащея Иван Царевич вытащил вызволил красу ненаглядную дело кончается хупой правда ведь кто у нас стоит под хупой сейчас я сделаю может быть покрупнее у нас под хупой стоит Иван Царевич краса ненаглядная над ними в тех же тонах что очень важно когда Шагал хочет сделать какое-то сравнение какой-то более-менее переход к другому на другого персонажа и рифсует в той же гамме в том же объеме сам Шагал с палитрой над хупой который держит жар птицу и под ними играют музыканты клейзмеры еврейское местечко и полное счастье то есть вся история заканчивается тем что под хупой Иван Царевич краса ненаглядная они же дафни сыхлоя еврейский художник поскольку как мы говорили он является посланцем он является человеком который делал библейское послание так и назвал Шагал потом в свой музей в Ницце библейское послание то есть миссионерский такой посыл и так еврейский художник будучи посланцем Всевышнего он войдя в европейский театр он женит он женит Тору красу ненаглядную да он женит ее с мировым искусством с мировым театром это точно соответствует метафоре по поводу Яфета который должен служить Всевышнему в шатрах Шема как заповедано поскольку Яфет это считается традиция считает что это греческие народы а Шем это еврейский народ под шатрами под хупой Шема должна должна твориться вот эта краса Яфет Пару слов еще про то как расписан Я просто немножечко повертел в фотошопе эту картинку с центральным кругом который практически закрыт обычно от зрителей просто показать вам он считает что там Бетховен подписан Лук там еще другие композиторы Дебюси но мне трудно сказать тут играет на арфе явно царь Давид тут стоит еврейская невеста еврейский народ окружает это все есть совершенно замечательные семейные группы как бы семья возможно художника под этим написано Верди который который что-то такое тоже изображает и рядом бычок играющий на гитаре всадник над надписью Бетховен синий и на этом на этом вот этот вот невероятный плафон заканчивает свое вращение надо сказать что когда была премьера я уже забыл правда что играли играли Моцарта любимого композитора Шагалла я забыл какую вещь но неважно при финальных аккордах зажгли люстру которая светила этот плафон и публика как говорят очевидцы просто вся встала аплодируя аплодируя потому что это невероятное зрелище дело в том что он он сделал такое чудо которое вот и было в той первой самой росписи вот эта мощная архитектура которая как бы должна подавлять лепнина золотом покрыто все вот этот вот блеск она стала рамкой она стала рамкой его этой простой росписи красками она та роспись которая была да та роспись служила как бы таким декором для вот этих вот для этого обрамления а у Шагала роспись стала главной и когда вы входите в этот зал первое что делает зритель он сразу поднимает голову наверх потому что это ощущение абсолютной свежести чистоты и и какого-то очень непосредственного точного понимания искусства и на этом я собственно хотел бы и закончить свою самую речь потому что мне кажется что я уже все сказал что вы хотели вы видимо устали если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста я буду рад спасибо миша была совершенно потрясающая генеральная лекция лучшая лекция которую я слушала про Шагала спасибо большое интересно невероятно и как-то совершенно по-другому спасибо я не знаю насколько моя догадка насчет насчет мысли Шагала по поводу вот этих свадеб ритуалов точна но я думаю вот когда глядишь на вообще использование вот этого образного ряда я думаю что я догадался я это нигде не встречал честно говоря это чистое хулиганство с моей стороны но но если я угадал я буду очень рад я к сожалению не могу это проверить потому что Шагала видел один раз в жизни совсем чуть-чуть и мне не было возможности обменяться с Мэттом потому что мне довольно быстро Ирина Ильинична Ирина Бург прогнала я об этом пишу в своей книжке поэтому не буду раскрывать всех сюжетов но я думаю что я догадался ну очень здорово да конечно спасибо огромное огромное удовольствие получила потрясающе здорово замечательно спасибо спасибо хочется еще спасибо очень интересно во-первых я надеюсь что Элка все-таки то что-нибудь интересное расскажет я ничего не буду рассказывать ну хорошо не буду после Мишины гениальной лекции хорошо а я хотел бы немножечко проблематизировать в любом случае и в частности немножечко подхватить эту идею скупой поскольку я значит не знаю насколько если я так правильно понял Мишину мысль я попробую ее проинтерпретировать что мол Шага пытается устроить некий так сказать такой свадебный акт который должен родить ну европейское искусство еврейское искусство мировое искусство то есть что он пытается сделать некоторую свадьбу произвести это было в той росписи который о которой шла речь в начале и вот это последнее купол этого театра значит соответственно что это есть не что иное как изображение свадьбы вот ну я не знаю сколько это сознательно несознательно мог использовать завальшагал но вообще-то существует хороший известный такой литературный что ли сюжет притом один из самых центральных ну правда может быть не самых известных но приход весьма центральных сюжетов в мировой науке философии литературе это сюжет Марциала Капеллы который называется свадьба Меркурия филологии это такой такая менипея позднеэллинистическая римская менипея которая на самом деле описывает весь мир как некую свадьбу и собственно говоря вся эта менипея она как бы описывает эту свадьбу мне кажется что сюжет описания рождения искусства или рождения науки или рождения так сказать мира в каком-то смысле как свадьба это достаточно архетипический сюжет то есть это не то чтобы Шагал должен был сидеть и его придумывать он в некотором роде висит в воздухе и в этом смысле как раз мне кажется можно даже не нужно иметь каких-то специальных доказательств что Шагал имел ввиду именно это поскольку это такой архетипический сюжет а если так то было бы интересно подумать собственно говоря каким образом происходит рождение искусства или еврейского искусства вот тут у меня есть некоторое небольшое замечание прямо на тему нашего этого семинара про еврейство и человечество дело в том что очевидно из этой лекции из визуального материала который был показан что Шагал принадлежал тому поколению которым казалось что можно просто взять и так вот просто соединить еврейское и человеческое и вот получится некоторое универсальное еврейское общечеловеческое искусство и значит по всей видимости ну так сказать эта мечта она имела какие-то свои воплощения вот такие может быть более высокие когда это делает настоящий великий художник имелось конечно и более эктиртические варианты попытки соединить вот взять и создать вот такое прямое соединение значит есть правда сразу же такой сюжет как свадьба то есть зевук как бы сочетание оно оказывается проблематизирующим потому что мы знаем что для Всевышнего значительно сложнее соединять пары чем сечь воды Ямсуф когда народ проходит через Ямсуф соединять пары значительно сложнее по всей видимости вот это соединение пары которое пытается сделать шагавы которое как я говорю является архетипическим оно является более сложной задачей чем просто взять и соединить сделать некое такое эклектическое сочетание разных культур как некоторую новую универсальную человеческую культуру я как-то раз в Юте по-моему это было нет Линкольн стал Небраска встретил некоторую общину в которой люди сразу исповедовали все религии то есть они пятницу делали мусульманский джума субботу шаббат воскресенье христианская церковь они так соединяли все вместе соединяли как бы и понятно что это выглядит как абсолютная пародия вопрос насколько попытка создания искусства через некую свадьбу которая не так проста как мне кажется мог быть реализован и насколько здесь у Шагала все-таки был некоторый успех или все-таки была тоже своего рода такая же такая вот мешанина только более талантливая может быть чем в этом храме в Линкольн штата Небраска они носили на груди все христы с магендавидами полумесяцами и знаками писников вот такое вот сочетание всего вместе рождает ли оно универсализм рождает ли оно универсальное искусство или вот вариант который с подачи Миши нам Шагал предлагая совершать зевук а зевук он обладает таким странным качеством что никогда не знаешь что получится потому что рождается всегда не то что задуманно или ну в общем рождается нечто непредвиденное непредсказуемое вот это в некотором смысле вопрос я хотел задать ко всем или короче к Миша к Элке что что же такое искусство это соединение или это зевук искусство такое вообще всякое искусство вот история с свадьбой филологии и Меркурия это некий архетипический сюжет он также в книге Сефергицера так сказать присутствует это как бы сказать рождение рождение чего-то нового которое происходит в результате вот такого ну в результате свадьбы вот и значит здесь как бы вот свадьба которую нам сейчас вот некоторым художественным образом свадьба которая была представлена вот в этой лекции мне кажется это просто очень интересный интересный сюжет для в том числе возможности действительно какой-то степени рождения еврейского искусства еврейское искусство родить так же трудно как и Машеха для того нужно три вещи всего лишь три вещи это значит еврей еврей который который должен учиться он должен очень хорошо знать Тору еврейский текст еврейскую традицию и быть настоящим евреем то есть то есть не дня без строчки значит никакой никакой бедуль Тора жить по всем правилам предписанным мудрецами то есть в общем находиться все время в состоянии учения и служения то есть он же должен одновременно полностью так же как он должен полностью посвятить свою жизнь Торе он должен полностью посвятить свою жизнь искусству быть абсолютно то есть в общем обладать чувством чутьем и невероятным желанием рисовать круглосуточно вот и значит это включает в себя то что он должен очень хорошо учиться в какой-нибудь там академии и вообще быть знакомым с мировым искусством ну и одновременно он должен жить в земле Израиля в общем когда все эти сочетания станут возможными еврейский художник настоящее еврейское искусство родится вместе с приходом Маширха ура ура можно добавить я хотел бы сказать что он необычный художник тем что он в принципе убочный художник он в виде убка рисует свои картинки вот такой как бы фольклорный и его картины они такие декоративные допустим ни одну картину его невозможно поставить в рамку они выходят за рамки он даже ну как бы его относительно его можно назвать относительным художником поскольку эти его панорамы картины они нельзя допустим как поместить на стенку просто так и смотреть они как-то с чем-то связаны с еврейским фольклором фирлийскими агадотами это немножко как бы не совсем тот художник к которому мы привыкли к классическом понимании это мое мнение такое может быть если кто-то еще он просто творец миров он творит свои миры и поэтому я например не завидовала бы ни одному режиссеру который бы попробовал с ним работать потому что его миры перешибут все когда вот Миша ты показал эту сцену на которой просто потерялись все артисты наверное никто уже не слушает музыку никто уже не понимает что там поют а видят все только тот мир который создал шага поэтому он как творец конечно потрясающий мощный и он творит не картину а мир просто мир и ты выходишь и тебе трудно из него выйти Мириам ты хочешь сказать что в таком случае жениться никак не получится что один супруг будет подавлять другого нет я просто говорю со своей колокольни режиссерской я понимаю что если если брать ну как бы понимаете как у меня был кстати опыт включения картин шагала в картин шагала в пространство сцены когда я там пыталась сделать постановку которую в итоге на самом деле поставил мой учитель украв идею он поставился в Москве скрипача на крыше а я разрабатывала это еще в Свердловске и он мне дал это как курсовую работу и все что я там наработала включая картины шагала которые появлялись проекции это тогда было безумно модное новое проекции появлялись лазерные проекции появлялись картины шагала на сцене он это потом воплотил в Московском театре оперетки когда поставил там скрипач на крыше мы учили Владимир Курочкин но я просто понимала что картинам шагала надо дать место но ни в коем случае не дать ему заполонить всю сцену потому что все тогда спектакль все можно уже давать занавес и больше ничего не будет а будет только шагал вот а гениальные художники мировые театральные они не заслоняли собой они шли в русле так сказать режиссерского решения а шагал просто наверное этого не мог физически вы же видите что и уже вся архитектура здания уже служит его обрамлением его пресс и его роспись да то есть ему мало вы дали ему дали ему только купол оперы вы даете ему вообще небеса он их расписывает да это правда как раз фишка была в том что когда люстра погашена то свет на сцену не видно а потом она хлоп зажигается и все и все умирают это классное решение это очень здорово я просто говорю о том что ты мне вот еще раз напомнил Миш что шагал не просто художник он просто творец большой буквы который творит по образу и подобию потому что он творит это может относиться к любому то есть об этом мечтал бы каждый художник то есть художник он собственно творец создает свои миры ну помните я вам показывал его автопортрет семью пальцами это творец поэтому не то что кто-то кого-то подавляет он участник творения это правда Элла правильно говорите что это каждый бы художник хотел не у каждого художника это получается не у каждого художника получается а у Шагала получалось он может быть и не хотел но у него получалось Надо сказать, что Тора подразумевает, что все, кто учат Тору, они должны быть художниками в какой-то степени. Потому что там нужно как-то обновлять текстуры, перерабатывать, находить там какие-то новости. При этом это не как раз несвободная интерпретация, в отличие от художника. Там невозможно быть полностью оторванным от традиции. И, ну, в общем, творческое начало, оно просто подразумевается, это заложено в этой конкретной религии. Ну вот, как-то это не стало. Ну, делаем все-таки следование некой традиции народного искусства, фольклора. И в этом смысле Шагал очень много получил как раз от традиционного еврейского искусства восточноевропейского, от того, что сложилось в XVIII веке, скажем. Они были все ведь очень увлечены, когда прошли экспедиции Анского, и были обнародованы все эти памятники. Все ездили, рисовали еврейские надгробья, копировали росписи синагог. Мы и сейчас это не видим, потому что мир этот исчез, он просто практически исчезает. У нас на глазах остатки его. Но для Шагала, который все-таки родился в Витебске, где было многое, где было два влияния, да, где город был населен и синагогами, и церквями, и евреями, и православными, эти две вещи были как бы созвучны его творчеством, он это чувствовал, он жил, он вышел из этого мира, понимаете. Это очень важно. Фольклорный какой-то вот этот вот мотив очень существенен для Шагала и вообще для поисков национального искусства. Ну, и к тому же он получил хоть какое-то, хоть четырехклассное, но еврейское образование. Шагал прекрасно ориентировался во всем. Посмотрите, сколько-сколько, как он найдет эти символические ряды. Да, он ориентировался не на четыре класса, вот что интересно. Господа, вот просят слово, пожалуйста. Во-первых, слово мы предоставляем всем желающим, потому что хотелось бы немножечко действительно обсудить эту очень интересную, важную тему. Страшно рад. Огромное спасибо Мише, кстати, потому что, ну, когда-то я инициировал даже специальные экспедиции художников и всякие семинары, но, в общем, эта эпоха уже закончилась, но, может быть, стоит ее в какой-то степени возобновить. Я, кстати, пользуясь случаем, приглашаю на наш вот 5 июля начинающийся лагерь. Я в чате здесь сделал, опубликовал ссылку. Вы можете просто кликнуть на эту ссылку. В ней могут участвовать на этот раз не только школьники и студенты, но вообще кто угодно. Там будут лекции Миши на близкие темы. Там будет еще несколько очень интересных акционных курсов и потрясающие мастерские. Так что я всех приглашаю. Также очень прошу агитировать и приглашать, ну, школьников, студентов, а также кого, всех, тех, всех, кто к творческому склонен. Вот, но прежде я хочу передать, я так понимаю, что Злата просила слово, да? Можно вам передать слово? Но мы вас не сомневаемся. Илюш, Илюш, подожди, я уже заодно хочу спросить. А не взяли в рамках Израиля, да, какие-то некоторые автобусные путешествия сомбетионовские устроились? Конечно, можно. Мы это планируем. Аня. Меня вот это волнует, да. Для меня это очень интересно. Прямо с языка. Я понимаю, что многие израильские подростки, которые все рвались в сомбетион, как только узнаешь, сомбетион будет на этот раз, ну, пока не частично онлайн, как-то немножечко скисли, потому что, конечно, было бы приятнее поехать в Грузию и так далее. Но мы, да, будем делать, мы будем танцевать на стенах старого города, условно говоря, я так говорю. Мы будем делать пленеры на улице, выходить, то есть все-все будем делать, все, что возможно. Но фокус состоит в том, что все то же самое будет происходить во всех странах. То есть это будет такое грандиозное действие, когда около Эйфелевой башни, если там найдутся какие-то участники сомбетионов в Париже, будут там выходить, из Калининграда там, из Питера там, Меджиба же там. То есть мы будем одновременно, то есть у нас запланирована именно вот такая вот реальная перекличка. И, разумеется, да, можно будет сделать какие-то путешествия. Это, безусловно, ходят наши паны. Так что всех приглашаем. Это существенно. Всех приглашаем. Притом особенность стоит в том, что в этот раз мы, хотя наша программа ориентирована, в первую очередь, на школьников-студентов, вот сегодняшняя встреча, значит, она тоже некая затравка, потому что одной из тем этого сомбетиона будет проблема искусства, и в том числе еврейского искусства, поскольку тема, вот, форточка или выход в окно, или окно к другому, она является центральной темой лагеря, то поэтому, в общем, мы надеемся, что будет возможность действительно совершить вот этот какой-то выход наружу. И поскольку онлайн, то у нас нет никаких ограничений по возрасту. Хотя, в первую очередь, конечно, легче. Нет, онлайн, это не всего интересует. Интересуют реальные вещи, которые можно сделать. Реальные путешествия. Онлайн, это как бы понятно, это изначально, но вот это меньше интересует. Я думаю, что всех. Ну, я еще раз говорю, что в данном случае, поскольку все находятся в разных точках и разных странах, в одних местах карантин есть, в других нету, то в основном... Нет, я не говорю про всех. Ты понимаешь, да, что если мы сейчас подгоняем на границе все же своей, то как бы возникает интерес, например, для израильских участников, насколько в Израиле возможны какие-то передвижения. Возможно, Аня. Пусть записываются все, кто хочет, сделаем им путешествие. Будем делать путешествие. Нет, это же какое-то одно путешествие, несколько путешествия. Ну, Беня, например, собирается путешествовать, Ань. Кто собирается? Беня вообще особо. Беня, собирается рассказывать про археологию. Это кто, Элка? Я не слышала. Кто? Беня, Юнин. А, Беня, хорошо, да, круто. Друзья, я думаю, что сейчас не стоит время все-таки нашей сегодняшней встречи, посвященной искусству полностью, хотя это связано. У нас будет постоянно работающая мастерская. Две художественные мастерские. Одна под руководством Миши Телевича, одна будет один на Росу, другая Полина Чижевская. Будет кинематографическая мастерская, которая будет снимать фильмы, которые тоже разбросаны по всему миру. Будет краеведческая мастерская в Меджибаже. Одна из групп будет работать в Меджибаже, а вторая в археологии Израиля. И, наконец, художественная мастерская, я сказал, криведческая и еще танцевально-музыкальная. Но давайте, вот я теперь, если можно, хочу все-таки слово звать и дать, потому что... Но вас мы не слышим. Не слышно. Не слышно. Нет звука. К сожалению, видимо, что-то не в порядке у вас с микрофоном. Звата. Не слышно у вас совершенно ничего. Нет, нет звука. Если вы что-то можете очень краткое написать в чате, я тогда это прочитаю. Не слышно. Микрофон не включен. Ну, изображено, что он включен. А? В списке участников. В картинке включен, наверное, не включен физически. Я тоже так думаю, да. Физический микрофон. Ну, я вам советую написать в чате, если это не очень длинное сообщение. Мы его прочитаем. А может быть, у кого-то еще есть какие-то мысли. Вообще говоря, там есть такая стрелочка вверх, и можно сделать тест спикерс и микрофон. Иногда это помогает микрофон исключиться. Да, ну, короче говоря, я завершая нашу встречу, хочу сказать, что я собираюсь рассказать вот в рамках наших будущих субботеновских лекциях о всей группе художников Культурлиги, которые пытались создать новое еврейское искусство. Я хочу рассказать о старом и новом Бецалеле в израильском искусстве. Мне кажется, будет любопытно рассказать и о том, чему идет нынешнее еврейское искусство, как бы, от сионизма к постсионизму. И, конечно, меня... Обратно. Это тема еврейских художников в Советском Союзе, как бы, из-под глыб, то, что они делали, и как им удавалось это создать. Поэтому я буду рад, если вы тоже присоединитесь к Самбатиону, а куча прекрасных лекций. Значит, да, сейчас я еще хочу сказать уже, извините, по поводу именно Самбатиона, что там будет киномастерская, которая, то есть, она, то есть, может, будет выходить на улицу, снимать вместе со мной, например, что-то делать вместе со мной. Делать какие-то театрализованные тюды, все это делать на улице, в Аршалине где-то, или в Маледу-Мим, или что-то такое. То есть, пока в Израиле есть возможность выходить на улицу, то это будет происходить. Если такой возможности не будет, то тогда это все будет в онлайне, конечно. Да, я, значит, предлагаю просто линк запомнить. Дело в том, что еще наши замечательные художники, самбатионовские, значит, сделали потрясающе красивый, по-моему, сайт. Вот я сейчас сделал линк прямо на, именно вот, если вы попадете на ослов, то это не то, ослы, это была предыдущая наша тема. А сейчас это окна, и там совершенно потрясающий линк всех мастерских, лекционных курсов. В общем, очень рекомендуем записываться и участвовать. Вот, а сейчас я вижу, что все-таки Зват написала сообщение, я прочитаю. Триптих Марк Шагала называется «Точно введение в Новоеврейский театр» и является пророчеством в современном израильском театре. Творчество Шир Гольдберг, Ирада Рубенштейна, Пабла Адельберга, тому доказательство. Ну, вообще, я считаю, кстати, извините, Влад, что я как сразу же так реагирую на ваше сообщение, значит, что любое искусство является пророчеством, вот, настоящее искусство, конечно, потому что оно создает миры, как здесь только что уже было сказано, и я уверен, что Шагала в этом плане много на пророчество, в том числе и в этом плане. Это действительно очень интересная мысль, большое спасибо. Вот, ну, если у кого-то есть желание что-то еще до Боуни сказать, если нет, то давайте будем прощаться. Да, я всех приглашаю. У нас, во-первых, будет вот через два дня, в среду будет посвященная танцу встреча, встреча, значит, и, значит, после этого, через неделю, 1 июля, встреча тоже посвященная искусству с Борисом Хаймоновичем, который тоже сейчас участвовал, но... А, сейчас, засчитаю, да. Значит, который участвовал, но не... Но не сказал ни слова, но зато он через неделю будет рассказывать, у него это называется, значит, «В тени Бога» или «Подобно Богу», то есть рассказ о еврейском искусстве, но уже с точки зрения искусствоведа и историка, значит, а не с точки зрения художника, как это было сейчас. Я дочитываю, и, оказывается, я не до конца дочитал, видимо, не появилось тому доказательства. Продолжение Миши, это вот продолжение чата Златы, продолжение Миши, это универсальное библейское посвание о том, каким может быть вообще театр. То есть, я согласен, да, это, да, я как бы... Вы показываете знаками, значит, ну, это действительно очень удивительная вещь, что еврейское искусство и искусство, они в какой-то момент могут соединиться, потому что, когда мы говорили про шатры Шема и красоту Ефета, что красота Ефета без шатров Шема – это не настоящее искусство, потому что какое же такое искусство без шатров, то есть без шахины, без божественного присутствия и так далее. Поэтому, я думаю, вот эта красота Ефета вместо шатры Шема – это и есть парадигма искусства как такового, и поэтому еврейское искусство – это парадигма искусства как такового. Но оно, конечно, должно учиться у мирового искусства, с ним взаимодействовать. Это процесс двухсторонний. Но об этом, видимо, мы и будем говорить, в том числе во время нашего самбатиона. Да, Миш? Да, да, конечно, да, конечно. Какая свадьба без гармонии? То есть мы будем и говорить, и рисовать, и чего-то делать. У нас будет все очень интересно. Зовите детей, потому что нам очень важно рассказать все, что у нас за год накопилось. Да, отзываться появился еще маленький чат. Шагал не подавлял актера-режиссера, а создавал новый тип визуального, философского, театрального мышления. Вот, ну, уверен, что такая точка зрения. К сожалению, вообще для большинства людей, когда кто-то что-то очень мощное пульсирует, это часто не так просто с этим быть, не так просто с этим взаимодействовать. Это огромное богатство, творчество и способность Хессетт не подавляться и не подавлять. То есть так, чтобы происходило взаимодействие, то есть происходила свадьба. Ну все, я думаю, что на этом мы сегодня заканчиваем. Натана, я прошу обязательно остановить запись, потому что, мне кажется, очень интересный был разговор и потрясающая лекция. Вернемся к ней неоднократно. Вот. Спасибо. Спасибо за кучу открытий для меня. Да, философское театральное мышление. И у меня по этому поводу есть книга «Феномены Зальского театра». Большое спасибо, Злата, мы обязательно... Извини, Илья, Натана просто нету. А, нет, есть, он нашла. Ты можешь остаться на этом... Только Ихилевич, можешь остаться на этом зуме? Не, не, сейчас завершается запись и делается запись. Давай, созвонитесь, Миша, я надеюсь, у вас есть телефоны. Так что, всего доброго, до свидания. Все. Спасибо. Шага в итоге как пророк. Всем здоровья, всем спасибо, всех было очень рада видеть. До свидания. Выключаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok